Здравствуйте, с вами Александр Миколенко. Сегодня я расскажу, покажу обрезку взрослой актинидии, сорта актинидия аргута. Сорт это не важно какой, но сорта и киска крупноплодная. Как она обрезается в моем понимании. Обрезается она обязательно на зиму для того, чтобы весной не было плача. Ну вот сейчас начало зимы. Это 5 или 6-летний куст, на нем уже был урожай в прошлом году, в 18-м, на нем было 12 килограмм. Вот сейчас мы его с комментарием будем обрезать. Здесь у меня, вот смотрите, вот это такая ловушка стоит и для мышей. Вот так вот отрава. Вырезаем вот этот маленький прирост, он как бы не нужен. Вот здесь я в виде раз-два-три-четыре. Здесь были сделаны отводки. Я их забрал, уже рассадил или реализовал. Реализовал. Вот этот оставлю, однолетний прирост, но он такой же более-менее укорочу. Тоже с него туда можно сделать отводочек. Дальше идем. Идем всегда снизу по ходу. Вот кора. Точно так же, как у винограда. Я опять же акцентирую внимание, что она и кора улупится, как у винограда, и обрезка точно так же, как у винограда. Идем снизу вверх. На зиму я прошлую зиму ее укутывал. В этом году опять же принципиально не укутываю. Раз она районирована, значит, уже она взрослая, можно этого не делать. Не делать себе лишнюю работу. Там фанера гудит, но я сделал фон, чтобы вам лучше было видно. Вот однолетний. Смотрите, хороший однолетний. Жирный, прижирный. Вот. Видите какой? Вот. Я его могу даже отвести вот здесь сделать отводок. Вертикальный. Могу положить. Скорее всего, я буду с него делать горизонтальные отводки. Вот эти ветки уже слишком много. Я их вот пока заберу предварительно. Как я и раньше учил, делаю острый срез, чтобы я знал, что это низ. И бросаю. Потом на черенки пущу. А вот это будет с него отводок. Низ. Дальше идем. Вот это однолетний прирост. Вот отплодоносившая веточка трехлетняя. Значит, я ее вырезаю, выкрасываю в сторону. Подошли дальше. Смотрите, следующее колено. Значит, вот этот уже на нем не будет ягоды. Вот здесь где-то может и будет, но это уже не ягода. Вот. Вот хороший прирост однолетний. Однолетний. Может вам показаться, что это двухлетка? Нет, это однолетка. Потому что я ее за лето несколько раз подрезаю. Вот она дала, она могла дать и пять метров, но она дала, допустим, сколько? Ну, полтора метра. Я ее укоротил. Она опять проснулась, опять укоротил. И так вот в течение лета раза три я к ней подходил, подрезал. Значит, на вот этих однолетних приростах, вот смотрите, вот это все будет ягода. Ну, ее как бы планируют на вот эту ветку вернуть на место. Ну, давайте, может, вот так, как мы их короче. Вот так вот. Все. Нижняя еще вот осталась одна. Смотрите, нижняя позволяет сделать отводок. То есть, когда она касается земли, я вкопаю, то здесь у меня будет дополнительная с куста прибыль. Только ягода еще и отводок. Вот здесь ягодка, однолетний прирост будет. Вот здесь ягодка будет. Ну, эту укорочу. Эту оставляю на отводок. Идем выше. Сейчас смотрите дальше. Выше. Вот здесь хорошо видно. Вот. Однолетний. Хороший прирост, на котором будет ягода. Вот я оставляю метр. Около метра оставляю. Это на плодоносившую ветку. Хотя на ней тоже есть, видите, однолетний прирост. Но на нем уже, как бы, плюс. К тому же, если все это оставить, она и так у меня, если такие, кто специалисты, то скажут, что она перегружена. Вот здесь вырезаю короткий. Оставляю вот это на плодоношение. Вот этот вырезаю. Эту вырезаю. Здесь это однолетний. Однолетний, но я ее укорачиваю. Значит, вот так еще раз укорачиваю. Она к весне еще засохнет. И весной плакать не будет. Дальше идем по этой веточке. Поднимаемся. Здесь. Ну, оставлю этих два. На всякий случай. Вот сюда. Плохо видно. На виде. Вот так и откидываю. Однолетний. Оставляю. Дальше. Видите, ближе к солнцу. Хороший прирост. Потом, опять же, я все вот это, сейчас я как бы делаю так немножко в попыхах. Все это я аккуратно сниму. Эти шнурки я тоже сниму, перетяну новые, потому что они на сезон не хватает. Поднимаем сюда. Вот. Вот здесь однолетний. Будет ягода, будет ягода, будет ягода. Это все однолетний прирост. И вот этот хороший прирост. Укорачиваю, опять же, для того, вот у меня сколько шпалера занимает, столько я на ней и оставляю место. Здесь следующая веточка. Смотрите. Можно бы и оставить, но я все-таки их вот эти выкидываю. Оставляют при обрезке, кстати, тоже пенечки. Два, ну, полтора, два, там, трех сантиметров, как и у винограда. Все то же самое уже. Вот здесь, видите, уже однолетка. Вот здесь была ягодка, видите, хвостики с валерами. А на следующем году уже тут будет больше. И вот шпалера. Все. Сколько занимает шпалера, столько я и вот ей оставляю. Опять же, вот это, чтобы не попутать, режу. Гвоздик. Бросаю в сторону. Тут толстый черенок, как бы, пойдет на черенки. Так, это дальше, смотрите. Я полностью вот это откидываю. Не жадничаю. Ну, на черенки пускали. А здесь, вот, я укорачивал вето. Так, видите, на колонну она мою полезла. Вот, укорачиваю. Здесь достаточно будет для цвета, для ягоды. И вот эту тоже укорачиваю. Следующая веточка. Тоже, видите, вот раз, два, три, четыре хороших однолетних веточки. Эту выброшу. Может, даже если выброшу. Или накоротко обрежу. То есть принцип, как у винограда. Можно оставить две почки, пять, там, сколько угодно. Но принцип тоже, что винограда, что она подоносит на приросте прошлого года. Дальше, смотрите, упрощаем задачу. Вот тут, чтобы не париться. Вот так и виноградари делают. Это все таки видно. Не надо жадничать. То есть, надо солнце. У меня в этом году были ягодки до 20 грамм. Для актинидия это очень хорошо. Для киевского июля. 20 грамм вес плода, это шикарно. Дальше поднимаемся. Вот так, однолетний. Тут ту сторону я сейчас не буду принципиально резать. Вот я вот в центр ось куста. Я режу только половину, показываю. Значит, здесь завернута сюда однолетка. Укорочу. Укорачиваю. Вот эти тоже укорачиваю. Эту вырезаю. Эту укорачиваю. Так. Дальше смотрим вот это. Это уже отплодоносившее. Вырезаю на пенек по сантиметрам. А вот замена. Видите, здесь вырезал. Вот замена. Хорошая молодая замена. Выброшу, чтобы не мешала. Туда надо в сторону откидывать. Удобно было вам работать. Вот. Тоже видите, вот уже была ягодка. Была ягодка. Вот я укорочу вот так. Здесь точно так же ей придется вязать. Давайте чуть больше. Эту вырезаешь. Вот вырезаешь. Здесь на благоношение. Ты укорачиваешь, а ты укорачиваешь. В общем, это тоже однолетний прирост. Всегда хватит. Вот так можно укоротить немножечко. Все. Тут она подготовлена. И то, что так же вторая половина. Но я не хочу ее как бы сейчас трогать. Здесь более... Эта ветка трехлетняя. Так, как вам показать, показать, показать. А вот так мне показали. Трехлетняя ветка. Она здесь не нужна. Дальше. Тоже принцип. Вот однолетний прирост. Так, передай. Вот. Однолетний, двухлетний. Здесь однолетний, двухлетний. То есть все на плодоношении. Тоже здесь густо. Вот этот можно удалить. Решил все-таки дорезать весь куст. Как у нас говорят, что взроблено, то взроблено. И чтобы вы были полностью, как я режу, показать. Смотрите. Смотрим здесь. Тем более, что сильно загущен. Тут есть только трехлетняя, двухлетняя, однолетняя древесина. Вот сразу вот трехлетнюю я вырезаю. Больше двухлетняя замена. Видите, вот замена есть. Вырезаю, не думая. Вот вытаскиваю. Лобочка. То есть хоть кусту и 6-7 лет, даже ему будет. То есть вот эта голова куста, которая многолетняя древесина. А здесь только на кусту остается одно, двух, трехлетняя древесина. Значит, идем точно так же с ним. Вот нижняя. Так, смотрите. Можно ее... Опять же, тут одну откину. Можно откинуть, а можно... Смогу ли я сделать отводок? Да, смогу. Раз я смогу сделать отводок, но это для себя. Вот я укопаю, пришпелю. Значит, пусть она остается. Дальше вот хороший... Видите, хороший однолетний прирост. Хороший однолетний прирост. Вот. На плодоношение. Вот, значит, вот то, что занимает место. Вот так укорачивай. Все. Следующая ветка. Значит, веду дальше. Вот, смотрите, двухлетняя веточка. Однолетним приростом, на котором будет ягода. И вот здесь хороший однолетний прирост. Две. Но я оставлю одну. Одну вырежу. А одну укорочу. Так. Следующая ветка, она же, ну вот, следующая, что тут, загущенная очень. Давайте вот, можно вот так откусить, ну, чтобы ошибку не сделать. Вот так откусить. То есть надо разбираться по ходу. Видите, это отбросил, смотрим. Вот однолетний будет ягода. Вот здесь однолетний прирост. Три. Одну откидываю полностью. Эти укорачиваю. Да. Сюда возвращаемся. Эти ветки. Эти ветки. Вырезаю. Однолетний прирост. Оставляю сантиметров 20, как бы, на урожай. Точно по такой же системе и вот эта. Здесь будет свет. Вот здесь будет пару света. Вот здесь будет основной цвет. Тоже 10, 20, 30 сантиметров достаточно. Следующая ветка поднимаемся по ходу. Вот эта. Тоже, видите, хороший однолетний прирост. Вот больше метра. Три метра оставляю. Здесь эти вырезаю. Однолетний укорачиваю. Эту на 20 сантиметров. Эту на 60 сантиметров. Эту на 60 сантиметров. Вот здесь, смотрите, вроде двухлетний с однолетним, но оно загущает. Я его вырезаю и выкидываю. Вырезаю и выкидываю. И вот эту. То есть, чисто не надо куст загущать. То есть, вы должны видеть, как виноградарь и винограда знают, что на погонном метре должно быть там 7-8 лонс. В принципе, то же самое и здесь. Вот это хороший, как бы, видите, два рожка на плодоношении. Вот туда идет два рожка. Вот здесь. Как бы, давайте, вот, видите, густо. Вот эту откинем. Вот тут будет пару ягод. И здесь будет основная ягода. Крупная. Вот самая крупная ягода будет вот на таком природе. Все. Здесь тоже вот одну. Удаляю, видите, я дальняя. Не вот эту вырезаю, а удаляю крайнюю. Вот. Все. Ну, в принципе, она сформирована. Обрезана. Дальше надо... Весной я сниму вот эти все свои, как бы, крепления. Поменяю. Кто-то делает стационар, но там тросик, это уже дело каждого. Но я так обхожусь. И все. Понервы. С вами был Александр Николенко. Заходите на наш сайт medvino.net. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok